Добро пожаловать в село Береговое Прохоровского района. Село Береговое расположено в устье реки Псел. Отсюда пошло и название села. В настоящее время в селе проживает около двух тысяч населения. В селе насчитывается 740 дворовых хозяйств. И вот живут здесь прекрасные, отзывчивые, добрые люди. Точная дата образования неизвестна, датируется примерно конец 18-го, начало 19-го века. Первые поселенцы были из Курской губернии дворовые майорши Надежды Ивановны Пахвистневой, которая владела нашими землями. Позже эти земли попали во владение генерала-дъютанта Гастамилова. Имением управляла его жена Елизавета. По воспоминаниям старожилов, женщина была твердого характера и хозяйство держала в крепких руках. Чтобы земли приносили хороший урожай, она обложила своих крестьян навозным налогом. Каждое подворье должно было привезти телегу навоза на барские поля. Когда в поселке Прохоровка была построена железная дорога, предприимчивая графиня соорудила на реке Псел пруд и дамбу и построила водокачку, чтобы снабжать железную дорогу. Так у нее появился дополнительный доход. Во время этого строительства был приглашен немец по фамилии Питра, которого она присмотрела и взяла к себе его управляющие. Впоследствии сын этого Питра женился на дочери Майрии, несмотря на сословные разногласия и на разные вероисповедания. Они обвенчались тайно в Харькове. У них родилось два сына. Евгений Питра стал последним помещиком нашего поселения. Усадьба последнего береговского помещика сначала была двухэтажная. Второй этаж был деревянным и до наших дней не сохранился. А первый целый поныне. Сегодня в доме помещика Питры располагается администрация береговского сельского поселения, а само здание является памятником архитектуры регионального значения. К рождению сына Евгений Питра строит на середине пруда беседку, которому ведут мостки. В этой беседке он принимал гостей. Позже он решает построить спиртзавод. В 1901 году завод дает первую продукцию. Это был спирт-сырец, и в день где-то выдавали по 60-80 ведер спирта. Сейчас мы с вами находимся на территории парка «Барский источник». Он был открыт в 2018 году. На территории этого парка бьют родники с чистейшей водой. Именно на берегу этих родниковых был построен спиртзавод, и наш спирт был на хрустальной родниковой воде. Долгие годы спиртзавод был градообразующим предприятием нашего поселения. Здесь работали все береговчане. Сегодня здесь зона отдыха, а над самим родником построена часовня в честь иконы Божьей Матери и мученицы Галины. Строила администрация главный спонсор и наша поддержка – наш фермер Попловский Геннадий Иосифович. В Береговом есть и свои сельские легенды. Поверья, которые иногда рассказчики вплетают в реальное прошлое, и получаются интересные с местным колоритом загадочные истории. Псела раньше был полноводный. Как в любой приличной деревне у нас, говорят, ведьма своя была. Ходила по ночам коров доить. Что еще? Потом, ближе к истокам Псла, старожилы вспоминают, били родники очень глубокие. И даже во время половодия ехала карета, повозка в Москву с молодой какой-то барыней, с вещами. И кучер решил проехать вдоль кромки воды, не зная, дороги. И провалил эта карета с кучером, и с барыней ушла под воду, утонула. И вот некоторые хотели бы найти это место, говорят, что она везла много с собой украшений, денег золотых. Супруги Алексея и Валентина Касаткины – коренные береговчане, хранители местного фольклора, песен и традиций. Считают, что свой клад они уже нашли, обзавелись детьми и внуками, и через всю жизнь пронесли любовь друг к другу и к музыке. Я после армии ходил в Валево учить на гармошке играть. Я говорю, мам, пойду, я валю, получу, ну, три километра отсюда, то, значит, получу на гармошке. Пока научил. Значит, иду туда, три километра, беру ее, привожу в клуб, ну, в клубе играю, конечно, отвожу опять три километра и возвращаюсь. Это 12-й, Валя, я две пары туфлей стер, пока я тебя за тобой ухаживаю. Алексей Викторович пришел с армии, ну, я его знала еще со школьницами, конечно, знала, что он касаткин, что он баянист, но музыку любила, любила баяниста. Пришел с армией, ну, приглянулись друг в друг. Восемь месяцев день-день повстречались и поженились. Жили в Белгороде вначале. Сколько мы? Десять месяцев. Потом родился у нас там Андрей в Белгороде. Месяц был, мы там пожили, переехали сюда, в Береговую. Он устроился на работу здесь, на спиртзаводе, я с маленьким сидела. Дали нам квартиру вначале. Роганизовали тут кружок, значит, самодеятельности. Ну, и все, без нас никуда. Начали петь, играть. И вот по сей день. Касаткины 47 лет вместе и в музыкальном кружке, и в цехе спиртзавода, и дома на пенсии. И почти всегда с песней. Постоянно на песнях. Встаем, ложимся с песнями, с музыкой. Тем более у меня баянист муж. Так что встает, начинает разминку делать. Я на кухне, а он в спальне. Разминает рук пальцы. Иногда я говорю, да подожди, господи, дай-ка, передача хорошая идет. Я говорю, я послушать хочу. Забивай так вот. Я говорю, моему не даешь таланту развиваться. Ну, а так в основном постоянно с музыкой, с песнями, с песнями и с музыкой. Сейчас начинаем скучать. Делать нечего, бывает вот зимой. Валь, давай поиграем, ну, давай поиграем. Давай шум-то споем, ну, давай споем. Я ходил-хватил за ней, думал, челечки уйти. Я отказалась с людьми, ну, на шум-то сухарей. Певческий талант унаследовали и потомки Касаткиных. Внучка Арина с малых лет гастролирует с бабушкой и дедушкой по Белгородчине. Я помню, мне было шесть лет. Мы поехали на концерт, как я знала. За пару дней мы выучили песню и поехали в Ольшанку. Я не представляла никакой возможности. Думала просто выступить, побыть с бабушкой, с дедушкой. Я выступала, дедушка играл, и бабушка с нами пела. И потом мы сидели, ждали, наверное, окончания концерта. Все, у меня как бы просто были эмоции, что я первый раз на сцене. А потом, оказывается, начали объявлять призы, места. И, оказывается, я заняла место как приз зрительских симпатий. Вот. И мне вручили первую премию, наверное, 500 рублей. И я тогда всю ночь не смогла заснуть. Я рассказывала бабушке, как я счастлива, как я хочу еще выступать. Для меня это были, наверное, первые детские такие впечатления. Алексей Касаткин проработал 30 лет в музыкальном кружке спиртзавода, а потом еще с десяток аккомпаниатором в двух сельских домах культуры. И всегда все успевал. Ну, сейчас я уже не работаю. Так вот. То свадьбы, то юбилеи, то... Ну, я люблю эту музыку. Грустите, что ушли? Не, ну, как сказать, у нас местный товарищ. Он народный артист Молдавии, заслуженный артист Украины. Он аккордеонист. А кончал институт именно Крустское по вокалу. А у него работы нет. Я говорю, Вань, ну что, я буду... Я уже 8 лет на пенсии, а тебе еще работать до пенсии. И ты на мое место пришел. Уйти со сцены, уступить место – это для любого артиста серьезный и трудный шаг. Сделать который под силу людям мудрым и духовно сильным. Касаткина – они такие. И песни у них такие. В селе знают, когда дорогие гости приезжают, всегда просят, чтобы Береговская Толкунова с мужем обязательно спили. И, как правило, эта песня – тихий разговор местного композитора Станислава Бондаренко. Это моя любимая песня. Потому что, наверное, как-то за душу берет сразу воспоминания о детстве. Потому что я их всегда слушаю. И когда слышу, что они играют, я прихожу и сажусь с ними. Иногда подпеваю, да. У Касаткиных в доме портреты Валентины Ивановны. Это супруг настоял. Для него – его Толкунова – муза на всю жизнь. Он до сих пор посвящает ей стихи. И, уходя из дома, всегда оставляет записку. Валюша, не скучай. Я скоро вернусь. Они, наверное, даже как единое целое. Это видно, их любовь, наверное, просто сквозь года. Дедушка всегда слушает бабушку, прислушивается. Так же и бабушка. Они друг друга уважают. Никогда не ругаются. Это все проходит тихо, спокойно. Всегда мир и лад в семье. Как-то раньше были комалы, уже не задумывались над этим, что вот скоро. А сейчас уже все. Еще больше, еще крепче любовь. Жалеем друг друга, бережу. А это поля местного земледельца Павла Лыкова. В его растениевоческом ассортименте подсолнечник, ячмень, пшеница. А начинал Павел Валерьевич с нуля. Я родился в Береговом. Учился. Отучился в технологическом институте. Вернулся сюда, на заводе, на спиртзаводе работал. К сожалению, он закрылся. Немножко занимался сельским хозяйством домашним. А потом пошел на государственную службу. Работал главой, отработал около 10 лет. Главой администрации в Кривошеевском сельском поселении, в Радьковском. Вот благодаря вот этой работе я, конечно же, и начал заниматься вот этой деятельностью. Потому что посмотрел на людей, особенно вот Кривошеевка, Масловка, вот Кондровка. Это очень трудолюбивые люди. Я им благодарен, очень благодарен, от всей души благодарен. Еще лет 10 назад у них уже было механизировано все. Тюкователи, трактора, косарки, грабли. Все у них еще тогда было. Я посмотрел там, там и думаю, и у меня же получится тоже. А самое главное, что оно мне нравится, по душе. Бросил работу государственную. И вот уже года 3-4. Ну, сначала совмещал, тяжело было, а сейчас полностью перешел на сельское хозяйство. Хочу дальше развиваться, приумножать, еще одни виды добавлять сельского хозяйства. Ну, это в планах. На полях подсолнечника полный порядок. Пышные раскрытые листья и насыщенный цвет зелени говорят о том, что сорту и меря здесь комфортно. О подсолнечнике Павел Лыков заботится со знанием дела. И никому не говорит, что совсем недавно на этой земле были заброшены огороды, поросшие американским кленом. Подошел к главе района Сергей Михайлович, можно произвести санитарную уборку огородов. Дал добро. Сначала страшно было, боялся. Вопросил знакомого фермера, он мне помог, обработали землю, посеяли. А потом дальше взял кредит, начал понемножку прикупать технику и расширяться. Купил паи, оформил. Это очень интересно, когда приходишь, вот смотришь на тот же подсолнечник или на печмень. И когда ты сам готовишь землю, почву, когда ты сеешь сам, когда пару десятков раз с трактора в трактор попрыгаешь, потом смотришь, как он растет, потом когда уборка, это силы дает колоссальные. Земля дает ему силы, а потому, когда начинаются сезонные полевые работы, и рабочий день начинается в 4 утра, он не сетует. Наоборот. Гордится, что нашел свое призвание и остался жить в родном селе. Жена, семья, двое детей. Сын уже на втором курсе Московского общевоскового военного училища. Дочь дома. Жена помогает мне в сельском хозяйстве, как снабженец у меня. И солярку подвозит, и ночью, и пообедать, и поужинать. Верный помощник Анна Евгеньевна больше всего времени проводит в саду и на огороде возле дома. Преподаватель английского языка в местной школе, она и после рабочего дня ни минуты не сидит без дела. Огород – это все-таки моя обязанность. Он только пашет, ну, такие работы. А я сажаю, ухаживаю, поливаю, полю огород. Работы много, в основном, конечно, нам ужин. С обрезкой деревьев, ухаживать за ними. Ну, сажали вместе, конечно. Сад небольшой, но и не маленький. В основном фруктовые деревья. Много посадили боярышника дальневосточного, понравилось. Когда был в гостях, я увидел это дерево и плоды. Очень вкусные, как вот раечка. Большие, вкусные, мясистые. И вот мы посадили тоже себе много. Но так вот сад связан с детством. В детстве что хочется? Черешни, груши, яблоки. Черешня вот уже два года урожает хорошо. Шалыча, вот есть деревья, дают по 10 ведерочек 10-литровых с каждого дерева. Мы забиваем полностью морозилку на зиму, варим компоты. Очень вкусно. Детям нравится. Сами пьем, угощаем. И душу радует, когда процесс цветения, когда зреют, поспевают плоды. Это очень приятно. Смотришь, радуешься. А утром, когда вот рано встаешь, то шелест тут тоже деревьев, листвы и пение соловьев. Это просто неописуемо. Очень красиво, люди хорошие. Здесь у нас, у меня здесь все родственники. Ну, а село, оно и есть дружное. Мы же всех друг друга знаем. Всегда дружба больше в селении, в городе меньше. Они ходят друг к другу в гости, делятся урожайм и радостью. Знают, кому нужно подставить плечо, а кому сказать доброе слово. В Береговом живет взаимоуважение, терпение, любовь к земле, к песне и друг к другу. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова